итак что у нас здесь на сковороде вчера мы готовили котлеты бантики варили а сегодня из тех же продуктов получилось совсем другое блюдо то есть котлетка вместе вот такими кусочками порезанная вместе с этими бантиками ну и еще анечка добавила какие-то специи я так и ждали скажи какие-то эти дарова ну что-то добавила какие-то наверно прованские травы это подогреваю ну конечно же чай курки сейчас позавтракаем и пойдем заниматься делами посмотрите что у нас за окном на часах ну почти пол девятого 825 вот так вот пасмурно не знаю пойдет дождь не пойдет ну надеемся что не пойдет того что вчера такие же планы были но мы остались дома вот такая у нас погода это они добавила значит танечкин подарок сейчас я вам покажу домашнее масло можно сказать передать вкус к сожалению не смогу но у кого свой дом корова кто делает собирает сливки тот знает о чем я говорил они поставили учебу эту баночку а это сыр прошу прощения сыр плавленый сыр так это будет не просто бантики с котлеты это еще плавленый сыр обалдеть но я вам сейчас все равно покажу то что танечка привезла сейчас вот смотрите вот это масло я почему-то подумала что это вот это масло масло сметана обалденная штука танечка кушаем вспоминаем тебя огромнейшее благодарю на хлебушек мажешь ешь с чаем с кофе и наверное до обеда ты сыт очень цветная штука это ты вот этот карат добавила до сыр карат то есть вот такое такая вкуснятина если бы еще была зелень сверху немножечко посыпать было бы вообще супер ну да зелени еще далеко но надеюсь она будет у меня в следующем году такая вкуснятина друзья еще несколько моментов по кирпича вот с каждым днем все у меня лучше и лучше производства какие-то находятся новые идеи и сегодня я пришла к мысли что когда вытаскиваю кирпичи из форм силиконовых не надо их сразу запихивать в духовку почему очень много влаги вот так вот я их разложила на старом пододеяльнике и пододеяльник какое-то время впитает влагу то есть в нем меньше будет воды и потом в духовку вот сейчас пока мы будем ходить по делам только что я достала эти кирпичики из формы поставила следующие вытащим и пойдем а придем они уже будут полусухие вот тогда то я их и отправлю в духовку вот видите как каждый день что-то новенькое также и у вас теперь по поводу пропорции еще хочу сказать я вам там говорила 900 грамм воды и кило 300 порошка из них кило двести гипс и 100 грамм это наливной пол если у вас получается жидкая ну совсем жидкая консистенция должна быть ну как как жидкая сметана не как молоко вот тогда просто немножечко воды меньше лейте и но вы к этому придете сами так что это не обязательно вот я вам сказала приблизительные пропорции прям до грамма так нужно делать нет вы сделали и посмотрели а там уже поймете чего добавить чего убавить вот вот такие здесь у меня штабеля возле батареи как раз вот в коробке там эти кирпичики вот здесь и они как раз будут сохнуть вот так вот их нужно сложить я вы уже здесь видите их складывает даже без картона то есть друг на дружку они уже полусухие но все равно еще не до конца так скажем он должен аж звенеть короче вот таким вот образом наконец-то мы узнали где находится светофор оказывается это там же где фикс прайс только чуть-чуть у нас сумасшедший слышите как крыса стучит у меня тоже сегодня чуть не снесло крысу я проснулась а на небе тучи тучи как-то песня а за тучи посмотрите какое небо вот бы сейчас разогнал ветер эти тучки и солнышко появилось бы наконец-то ну а мы идем в магазин светофор вот так вот у меня за спиной и посмотрим мы там не писали про подсветку сейчас зайдем посмотрим что же здесь такого интересного и конечно же поделюсь с вами то что мы приобретем но уже дома конечно сейчас просто экскурсия в магазине светофор города Чеплыги вот как это выглядит это типа склад аня там уже смотрит контейнеры 298 рублей комплект контейнеров вот как раз для морозильной камеры так этажерка 3 секции 436 рублей интересная штучка контейнер для специй всего 77 рублей это вот такой контейнер мой это вообще друзья 66 рублей таз круглый корзина с крышкой а ну это наверное неправильно это неправильная цена я думаю что это вот корзина 459 рублей с крышкой но все равно это очень дешево для белье 567 рублей как раз для сарая вот такой вот контейнер если будут курочки наверное в нем можно хранить зерно от мышек дети с такими крышками я сейчас не закрою вот здесь есть крышки так идем дальше в общем это магазин склад вот такие контейнеры 237 рублей а это хлебница и масленка вставляете всего за 237 рублей обалдеть чувствую я здесь поднос складышем вот это я точно приобрету чтобы сохла посуда смотрите какая красота а еще у меня идея сейчас возникла это же настоящая форма для гипса в общем буду пробовать потом вам покажу уже куча идей вот 134 рубля ссылка ой здесь вообще раздолье дальше пошли опять контейнеры и посуда миска 38 литра эмаль сто восемьдесят один рубль вот такая вот с крышкой представляете класс для запекания форма вот вот эта форма получается двести восемьдесят шесть рублей блюдо сервировочное обалдеть светофор сто семьдесят семь рублей класс супер ой сотейник какой смотрите тяжеленький а не всего девятьсот девяносто шесть рублей представляешь вот что я хотела купить вот эту двести двадцать девять рублей вот эта форма разъемная тарелка десертная очень люблю вот этот монохром смотрите какая прелесть вот такая для супа наверное и вот вот такая два вида моя вот какие красивенькие по девяносто два рубля смотрите какая прелесть все люблю черный цвет черный с белым вот черный с позолотой в общем я приятно удивлена друзья ой бокальчики под пиво обязательно сейчас куплю смотрите какая прелесть цены посмотрите 29 рублей друзья супер ну что назад тоже на такси набор бокалов двести пятьдесят пять рублей шесть штук смотрите какие бокальчики класс мы в икея такие покупали но я честно говоря не помню мне кажется дороже стоили они уж точно не двести пятьдесят пять рублей баночки баночки с крышками посмотрите какие веселенькие пятьдесят семь рублей баночки с крышками так ну здесь вот бытовая химия между прочим тоже я не буду вам уже цены показывать но так жидкая крем-мыло 850 грамм 75 рублей шампуни тут вот пошли мой рулонные шторы 282 рубля всего-то навсего обалдеть класс просто класс пакетики фасовочные вот 64 рубля фильтр кувшин лёшик в Москве отдавал 500 рублей то это недорого посмотрите сколько он здесь стоит 175 рублей вот это да если бы знала я бы не покупала в Москве отпариватель 2229 рублей тоже классная штука видите вешаешь и на плечиках все это дело гладишь краска для потолков и стен 79 рублей краска акриловая да вот чем я плитку то покрою друзья в общем мы нашли клондайк так где же наши подсветки дистиллятор три тысячи двенадцать рублей можно и самогончик дистиллятор три тысячи двенадцать рублей здесь продукты но мы с продуктами пойдем а может и зайдем там очень холодно видите там морозильные камеры вход здесь вот так вот ну как в ашанах закрыт туда входишь там очень холодно это мы приехали за подсветки посмотрим если она здесь корзину брать сейчас я вам покажу все а потом возьмем корзину и будем набирать я уже присмотрела что я возьму вот это да наполнитель древесный я покупала 259 рублей вот он 159 рублей все волдырис я больше покупать не буду но здесь он какой-то другой хочу сказать ну ладно конфеты бараночки туалетная бумага мне говорили вы мне написали что здесь такой бардак не знаю может потому что понедельник народу мало вы видите какой здесь порядочек все сложено полотенца коврики всевозможные постельное белье даже простынь трикотажная на резинке 344 рубля обалдеть вот прям хочу попробовать мои все натяжные простыни пока в москве не смогли мы все ухватить жаккард неужели это правда 718 рублей жаккардовый комплект что ли это вот это как такое может быть друзья это что-то невероятное может я неправильно посмотрела ладно потом дома вам расскажу но я на такси вызовем сок гранатовый 39 рублей в магните вот такой сок он офигительный стоит 165 рублей в фикс прайсе 55 здесь 39 рублей вот сейчас мы его и купим а я бутылочки не выбрасывая в них можно потом компот закрывать просто обалдеть Аня а ты подсветку нашла? подсветку и я не видела друзья обалдеть вообще хурмата вот здесь да берите леску ты видела сок гранатовый 31 рублей ой 36 рублей или сколько 39 сейчас прям бутылочек 10 возьмем и назад на такси наверное поедем обалдеть смотрите какие сапоги вот для дома чисто для дома 563 рубля я галоши купила которая вам показывала Леша купил мне в обе за полторы тысячи рублей а тут сапоги вот такого же плана 563 рубля обалдеть друзья я просто не знаю это точно машина времени в прошлое такие вот цены я может быть после Москвы мне кажется все так дешево но на самом деле на самом деле очень дешево дешево друзья ну посмотрите что мы купили самое главное приобретение я нашла вот такую коробку для своих плиточек она мне очень нужна вот совершенно бесплатно здесь как-то можно взять картон можно взять коробки не то что в Москве как-то хотели мы взять эти коробки но сказали нам нельзя оформили документы на мусор останется мне оформить водоканал и электричество и все будет переоформлено в общем ждем такси через 4 минуты подъедет такси ну а пока есть время решила с вами немножко поболтать и показать вот эту тележку мы как с голодного края всего понахватали домой приеду я вам все покажу и тазики и подносы и чего мы только не купили и баночки для сыпучих я взяла да много там чего какой-то рулет куриный в общем запомнили мы этот магазин сейчас я немножечко отойду вот так вот он неприглядно выглядит в каком-то тупике вот в общем ждем что вот это за заведение еще предстоит узнать вот такое длинное так что дальше вот так прямо пойти и направо это мебельный магазин где я вам диван показывала фикс прайс там зеленое здание сейчас попробую приблизить вот где плакат это как раз а даже не знаю что это вот вот это зеленое здание с розовой крышей за елками вот где елки это вот как раз здесь оформляли мы мусор все короче ждем такси и едем домой ветер как будто бы немножечко утих Танечка мне моя новая подруга написала что тоже у них сильный ветер был и чуть ли не сорвало крышу у меня крыша тоже ходуном ходила в анапе даже останавливали движение переворачивались скорые вот такой ураганище ну а мое мнение что с климатом происходит вот такая беда это я думаю человеческих рук дело что-то с климатом какие-то технологии работ все друзья едем друзья выгрузились мы немножко покушали и решили дальше обмануть куда нас несет ветер несет короче я в спину гоню такой ветриво я вам там показывала что как бы и небо просматривалось вроде бы как будто бы погода в лучшую сторону начала меняться не ничего подобного опять все затянуло мы с Анишкой идем в Альбарис получить заказ косметику мне Анечка там наложила в корзину хорошую мне там писали губная помада все моя дочечка у меня дизайнер косметолог и тому прочее вот сходим сейчас в заказ потом сходим на Ломоносову на Ломоносову на Ломоносову на Ломоносову на Ломоносову сделаем попытаемся сделать электроэнергию переделать для себя ну и может еще куда-нибудь зайдем вот кстати этот дом где береза береза стояла и вы знаете наверное все таки правильно что мне сейчас вот эти вода скорее всего свалилась бы эта береза и может быть с крышей была бы беда в общем конечно же жалко но все таки береза должна стоять в лесу дерево хрупкое корни слабые падает только так вот а в этом доме тоже видимо начинается ремонт на такси ехали стояла грузовая машина по-моему минвату разгружали утепляются они ну номера я видела Липецкие может быть что-то у людей случилось что они решили переехать сюда не знаю но ремонтируют этот дом и я так рассуждаю дома расходятся как пирожки наверное все таки люди ринулись в деревню может быть это и правильно вот ну а мы идем по улице Калинина по-моему где-то здесь написано сейчас дорогу перейдем вот это самое так скажем опасное место федеральная трасса пересечения а дальше все опять будет спокойно тихо спокойно и через пять минут мы в магазине Валберес а мы что сначала Валберес потом пойдем на Ломоносово а на Ломоносово все извиняюсь это я уже так наверное неправильно подумала несем косточки уже собирали целый пакет косточек все забываем выбрать собачки там есть после магазина Валберес да не везде здесь ходят собачки лесовые кошки вот уже федеральная трасса начинает шуметь вот выбросим кому-то будет жизнь немножечко получше да какая-то собачка поест наших посточек все равно выбросили так что друзья не выбрасывайте все в помойку кому-то это может быть спасет жизнь сейчас покажу вам видите завернуты туи туи оказывается боятся мороза вот их здесь уже подготовили к зиме и укутали вот таким укрывочным материалом вот видите вот а тут воробочки вот здесь вот так хорошо чирикают хотя радоваться как бы мало солнышка нет как-то холодно ветер промозглый красивые вот такие резные избушки у нас по дороге и через пять минут наш уже любимый центр так что идем что-то будет интересное я конечно же включусь ну и вечером вам смонтирую видео как прошел наш денек и конечно же покажу покупки может быть уже показала не знаю в какой очередности там будут видео в общем идем ну что друзья погода не поменялась здесь вот так вот все хмуро переделали документы на электроэнергию мне останется сделать только водоканал а они еще водоканал и газ ну водоканал это в заречье это нужно будет ехать скорее всего на такси вот вот идем домой по нашему любимому парку но сегодня как-то все пасмурно приду домой покажу вам наконец-то то что мы приобрели в светофоре сейчас зайдем в магазин фрукты к шуре куплю фруктов овощей может быть помидорчиков окурчиков уже очень вкусно у них помидор сидит на деревьях в общем включился еще друзья ну мы уже дома и в самом начале хочу вам показать наше новое приобретение в действии это вот та самая подсветка за которой собственно говоря мы и ездили ну конечно не обошлось одной подсветкой вот так вот я ее уже включила она конечно не ой как камера передает свет она конечно не прикреплена здесь есть вот такой выключатель вот я сейчас вот так щелкну выключили вот так включили и в розетку вот такая красота стоит сто тридцать два рубля очень не нравится четыре штуки я такие купила семьдесят чем-то сантиметров длина этой подсветки светодиодная совершенно не тянет электричество в общем она экономичная и я и аня купили по четыре штуки красота дешево и сердито я знаю что в икея такие подсветки ну очень дорого стоили если даже она сломается я как бы не буду об этом жалеть выброшу и куплю новую сто тридцать рублей это ничто по сравнению там две пятьсот три тысячи еще дороже есть подсветки вот так это красиво смотрится значит еще зашли мы в наш овощной магазин я так мельком вам покажу что мы там купили очень вкусные лаваши лушуры это я вот в тот овощной азербайджанский магазин зелень купили айсберг вот такие красивые вот такую красивую хурму по сто пять рублей бананы ну в общем вкратце так вам рассказала а теперь давайте на товары из фикс прайса перейдем что же еще мы купили я кое-где понаписывала цены если ошибусь то незначительно 40 рублей вот такой тоник или как он называется от гарния это вообще просто шоковое удивление в приятную сторону 40 рублей зубная паста 30 рублей вот такая вот такой поднос 135 рублей он поднос сушилка то есть вот эта пластмасска сверху внизу поднос очень удобно сушить вот такие бокальчики под пиво по моему по 87 рублей вот три штучки каждому я купила вот это подсветка выглядит вот так четыре по четыре штуки вот видите 135 рублей стоит там можно приклеить и наклейку ленту и есть крепление для вот самореза майонез лукошка 66 рублей но там вы знаете не не полная где-то сантиметра 4 отверх а там нету пустота но все равно 66 рублей я думаю что это не дорого вот такой вот сыр рикотта 130 рублей 500 грамм поразительно вообще значит гранатовый сок я пробовала покупали фикс прайсе за 55 рублей здесь он вообще стоит 39 20 но я написала так округлила вот вот 39 рублей 4 вот такие упаковки я взяла назад мы конечно поехали на такси в магазине стоит по-моему 160 рублей вот такие баночки для сыпучих разные есть там и с лимонами но я вот выбрала с розочками чай хранить кофе купили пакетик высыпали приятно брать в руки губки для мытья посуды одну я уже положила не помню сколько стоит вот теперь слышите какой ветер я не знаю слышно вам или нет форма разъемная форма для выпечки и в ней очень удобно делать шубу сель под шубой потом снимаешь и получается слоями это я на ю тубе подсмотрела тазики по 155 рублей анечка купила себе и я конечно же один оставлю себе очень хороший тазик по такой цене просто красота ну это вот подсветка то каждой по 4 штучки собственно говоря из-за чего мы ездили в этот светофор и вот хочу попробовать краску для стены потолков стоит 80 рублей хочу попробовать покрасить кирпичики хотя бы несколько посмотрю что получится потом конечно же вам покажу еще купила куриный рулет но уже показывать его не буду мы попробовали очень вкусный очень просто там есть и рыба рыбу не покупали ну тоже по хорошей цене в общем в светофор еще поедем теперь сейчас покажу вам зашли значит мы еще вайлберис получили еще заказ вайлберис и так вайлберис конечно все намного дороже но это косметика биби крем так Аня мне сказала ну типа тоналки что то такое очень классный себе купила и Анечка себе купила вот такую кайму заказала но еще дешевле не помню сколько но дешевле чем я покупала ту на покрывала когда шила пригодится куда-нибудь потому что только мы ту кайму уже разобрали это у другого продавца в общем купила профессиональный шампунь 500 миллилитров тоже посоветовала а не берет только вот такие шампуни ph 5 и 5 в общем шампунь и кондиционер но кондиционер пришел раньше а сегодня мы забрали вот этот шампунь может быть что то пропустила там молоко сгущенное было еще в бутылке еще куча всяких молочей мелочей но как бы не хочу затягивать видео надолго вот вот так что друзья теперь мы будем частыми покупателями магазина светофор знаем где он теперь находится туда можно дойти пешком ну минут 15-20 от нашего дома а назад в общем поедем на такси за 70 рублей такую тяжесть конечно же нести не хочется да еще 160 рублей древесный наполнитель для котов вот этот наполнитель коты мои стали ходить сначала носом крутили крутили а теперь пошли и все я буду экономить на кошачьих туалетах в светофоре вот это стоит вот видите вот так называется мяудадыр 160 рублей по моему не знаю сколько здесь килограмм но очень большой мешок за 200 я покупала подобный wildberries и он по моему поменьше был мешочек объем так все наши покупки на сегодня ну практически все нет не все значит шампанское цемлянское по моему 140 рублей за бутылку это вообще просто дешево и купили две бутылочки пива вот по полтора литра пива вообще по 49 рублей пробовали хорошие вот из этих новых бокальчиков ну в общем красота вот так вот наработаешься стаканчик можно и пропустить вот здесь у меня еще эти соки стоят которые я вам показывала в общем мы довольны сегодняшними покупками я просто приятно удивлена ну вот друзья мой 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 я закончу сегодняшнее видео спасибо что были с нами спасибо что провели наш день спасибо что ждете мне очень-очень приятно моня ну ты как-то в тень ушел посмотри мое солнышко ты у нас уже лицо канала все друзья на этом я буду заканчивать всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока Моня Моня тебе так нравится баловаться да вылезай Моня у меня и Субтитры сделал DimaTorzok